Здравствуйте! Существует несколько салатов, без которых не мыслим праздничный стол. Одним из таких салатов, безусловно, является сельдь с подшубой. Ну, разве можно представить себе, например, новогодний стол без селёдочки под шубой? Конечно же, нет. У каждой хозяйки свой рецепт этого популярного и любимого салата. Предлагаем вам рецепт, по которому мы готовим сельдь под шубой. Отвариваем в кожуре, остужаем и очищаем. 3-4 картофелины, 5-6 морковок, 2 свеклы. 2 селёдки разделываем на филе и нарезаем мелкими кубиками. Если сельдь очень солёная, можно вымочить филе в молоке в течение 20-30 минут. Половину нарезанной селёдки выкладываем в один слой на блюдо. Тонко шинкуем 2 луковицы. Дополнительно слегка измельчаем ножом. И половину нашинкованного лука укладываем поверх селёдки. Поверх лука тонкий слой майонеза. На крупной тёрке натираем картофель. И половину натертого картофеля укладываем ровным слоем поверх майонеза. Поверх картофеля опять тонкий слой майонеза. На крупной тёрке натираем морковь. И укладываем половину натертой моркови поверх картошки с майонезом. Снова смазываем майонезом. Натираем свеклу и выкладываем половину натертой свеклы ровным слоем поверх морковки с майонезом. И опять смазываем майонезом. Повторяем всё ещё раз. Укладываем селёдочку, лучок, картошку, морковку и свёклу, не забывая промазывать каждый слой овощей майонезом. В конце обмазываем весь салат майонезом и отправляем в холодильник на несколько часов, лучше на день. Через несколько часов, когда салат настоится, вынимаем сельдь под шубой из холодильника и украшаем, кому как нравится, используя для этого остатки отваренных овощей, зелёный и репчатый лук, варёные яйца. Подаём салат к праздничному столу. Из сельди к праздничному столу можно приготовить и другие блюда, например, форшмак, рубленную сельдь. Рецепт есть в разделе «Закуски» на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf Вдохновение вам! Удачи, хорошего настроения и приятного аппетита! 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 Субтитры подогнал «Симон»